Творческие коллективы «Люберец» готовятся к Международному женскому дню. Праздничные концерты пройдут не только на крупных площадках городского округа, но и в учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования. На репетициях артистов побывали мои коллеги. 8 марта – это праздник, к которому готовятся везде. По-настоящему горячая пора у музыкальных коллективов. Ведь ни одно торжество не проходит без вокального и инструментального исполнения. В преддверии Международного женского дня 10-летний Алексей Лисицкий оттачивает навыки игры на саксофоне. А преподаватель академического вокала Евгений Саулин повторяет русский романс. Он был титулярный советник, она геройская ночь. В каждом отделении музыкальной школы своя творческая атмосфера. И педагоги, и воспитанники убеждены – лучший подарок женщинам – это не только цветы, но и красивая музыка. Это такой приятный весенний, замечательный, радостный день. Он ассоциируется и с весной, с хорошим настроением. И, естественно, это концерты, это музыкальные поздравления. Мы всем, конечно, хотим пожелать тоже побольше хороших эмоций, радости, тепла, света, ну и музыки. Не остались в стороне от предпраздничных хлопот и будущие актеры. Воспитанники театральной студии читают стихи известных русских поэтов. Дарите женщинам цветы, как нам они улыбки дарят. Под руководством педагога ребята репетируют каждое слово и движение до мельчайших деталей. Не загоняй текст, осмысленно. Что произносишь, о чем, о чем стихотворение. И все время помнишь об этом. А студенты гуманитарно-социального института поздравят прекрасную половину человечества танцем. Участники хореографической студии приготовили для женщин праздничный флешмоб. Мы будем сделать на нашем главном входе большую восьмерку. И запишем поздравительные слова от студентов, парней. Дорогие наши бабушки, мамы, я поздравляю вас с 8 марта и желаю счастья, здоровья. Чтоб все вас радовали и в этот день, и в принципе всегда. Весеннего настроения и побольше улыбок. Оставаться такими же прекрасными, обаятельными и красивыми. Чтобы над головой было мирное небо, а мужчины дарили только радость и любовь.